Это не выставка скульптур, это скульптурный театр. На сцене одна главная героиня – женщина. Перед зрителем она предстает в различных образах – соблазнительнице, прорицательнице, собеседнице, служанке и беременной амазонке. Это личины одной героини. Она гримируется для вас, она выступает в разных ролях, чтобы вы опечалились, задумались. Она, Димуза, становится участниками некого театрального действия, но театрального, демократичного мистерия. То есть вы вовлекаетесь в это действие как соучастник. Это тоже специфика жанра моей экспозиции. Презентация проекта «Музей Бессонницы» состоялась зимой 2009 года. Причем первый показ проходил именно во Владимире. Тогда посетители выставки могли увидеть лишь 12 скульптур. Сегодня же эта скульптурная композиция состоит уже из 42 экспонатов. И это, как говорит автор, не предел. «Музей Бессонницы» — это состояние творчества, беспокойного поиска счастья и смысла. Куча вопросов Бессонницы возникает в сознании нашем, правда же? Я все пытаюсь вписать, понимаете? И Бессонница, мысль за мысль, тревога за тревогой, любовь за любовью, позволяет все соединить, правда же? Несоединимое даже. Сам же создатель проекта «Музей Бессонницы» в искусстве человек весьма авторитетный. Его вернисажа проходит в Америке и Европе. Он оформляет столичные музеи и создает декорации к балетным постановкам. Работает членом Союза художников и обладателя золотой медали Академии художеств, любит и ценит миллионы. Первый раз увидел его работу, невероятно поражен. Каждая работа, она по-своему уникальна. Помимо героини женщины, есть в этом скульптурном театре еще одна актриса. Лежа на ней и в голову бессонными ночами, собственно, и приходят неожиданные образы. Она ваш секретарь, она ваш историк, она ваш референт, да? Она ваш парапсихолог, она ваш врач. Она помнится нашей печали с сомнением. Выставка продлится в течение месяца. Далее экспозиция продолжит свое путешествие по городам России и мира. Возможно, через несколько лет она вновь вернется к нам. Конечно, в измененном виде. Ведь скульптурная композиция постоянно обрастает новыми формами и приобретает необычные образы. Алексей Дудин, Иван Витков, Шестой канал.